Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, дорогие гости, и в этот прекрасный день я хотел бы вас всех поприветствовать на этом прекрасном месте. И это очень приятно для наших тел. Это люксус, и можно сказать, это люксус. Если мы будем размышлять о том, как Иисус Христос проповедовал в Жару, или Пророки, то это, я думаю, было некомфортно. И я думаю, там люди не могли так свободно или благоприятно слушать, потому что было жарко и неприятно. Поэтому мы имеем такую большую привилегию, что мы живем в нынешнее время и можем в это благоприятное время слышать Слово Божье. И, конечно же, делать для себя выводы. Я бы хотел сегодня говорить о двух пунктах. Тема soll sein «Бегнум» и тема называется «Встреча». И к этому прилагается то, что тебя движет. Да, или «Мотивация». И я думаю, это уже хорошее вступление к этому. Я думаю, это уже хорошее вступление к этому. Чтобы иметь встречу с нашими друзьями. Да, и, конечно же, с нашим Иисусом. И я думаю, я не буду преувеличивать. Второй пункт – Иисус Христос. Это eigentlich, что это является стержнем или самым главным нашей цели. И, если это действительно так, братья и сестры, то мы блажены и сегодня нечто возьмем с собой. Но и другим я желаю также оставить это утешение, что они не просто так пришли сюда. Каждый, кто сидит на этом месте и слышит слова Священного Писания, и эти слова, они будут всегда нечто производить в наших сердцах. Мы лезем это из Священного Писания. И тогда уже это было аналогично. И мы видим столько много событий, что слово Божие, оно без плода не возвращалось назад. Это было в любом случае, что это достигало людей. Конечно, была большая разница, как люди принимали это. И так же это звучит и сегодня. И ты и я имеем сегодня эту возможность, чтобы извлечь для себя правильные выводы. Я зачитаю нам сегодня очень знакомое место Священного Писания, которое записано в Евангелии от Луки 19 главе. Но до этого я бы хотел бы зачитать или просто процитировать несколько мест Священного Писания или просто обратить на них внимание. Мы уже говорили, что мы сегодня будем говорить о встрече и о мотивации. Некоторые эпизоды из Священного Писания, которые я буду затрагивать, мы можем их сравнить по сравнению с самим собой и может быть нечто заметим в нашей жизни, что может быть было подобным. Может быть, будет несколько моментов, где мы находимся в нашем жизни. Но мы можем сегодня решить, как нам с этим поступать. Дорогая церковь, мы все хорошо знаем об искушениях, которые переносил Иисус Христос. Мы знаем, что он говорил благою Весть, так как он для этого был послан, чтобы спасать людей. Но также мы видим из истории, что не все хотели принимать эту благою Весть. Мы знаем от книжников и фарисеев, что некоторые, учитывая их мотивацию в встрече с Иисусом Христом, это мотивация была просто дискуссией. Они желали быть правыми. Они хотели осудить Иисуса Христа. Манчи хотели даже töten. Некоторые желали даже убить его. И один стих, который записан в Новом Завете, что они ненавидят меня без причины. И сегодня, к сожалению, это и так же осталось. что люди не знают Бога Иисуса Христа вовсе, но некоторые его ненавидят даже. И это очень трагично. А другая категория людей, которые мотивированы при встрече с Иисусом Христом, это не всегда было желательно. Мы знаем о Сауле. Он был очень ревностным человеком. Он не был плохим человеком. Он был очень ревностным. И праведен. Он не хотел терпеть эту группу людей. И поэтому мы знаем из истории, что он преследовал Христиан. И он их садил в тюрьмы. И это была также мотивация или то, что движело им. Он желал нечто сделать для своей религии, своего понимания. И другая категория людей было очень ревностным человеком. И они также были. Мы знаем историю о этом богатом юноше. Да, вот приходит один юноша, чем-то мотивирован. И он желал говорить с Иисусом. И конечно, мотивация его была неплохая. Он желал знать, что же ему предпринять, для того, чтобы обрести спасение. Он был уже богат. Что же тебе еще надо? Может быть, его мотивация была для того, чтобы утвердить себя, что ты рейх и хороший человек. Это была встреча. Мы также знаем, когда Иисус Христос похвалил его, так как он многое знал и исполнял из закона. Я думаю, он был самим собой доволен. Как вы думаете, братья и сестры, если бы мы были тогда в той ситуации, мы бы видели Иисуса, были бы богаты и исполняли бы закон. И потом Иисус Христос нам говорит, что нам предпринять. Мы делаем это и говорим, все это исполнил я еще со своего детства. Это было бы отличным результатом для нас. Иисус Христос, он должен быть нами доволен. И даже написано, что Иисус Христос возлюбил его. Я думаю, каждый из нас желает быть любимым. Иисус Христос, он возлюбил его. Это нечто важное. И все-таки Иисус Христос не удержал и не сдержался и сказал ему, что ему не достает. И он говорит, одно не достает тебе. Если я смотря на эти истории или читая их, я очень восхищен, как Иисус Христос обращался с людьми. И даже если мы настолько хороши, то Иисус Христос желает то нечто малое, что нам не достает. не желает удержать это от нас, но он дает нам советы. Он хочет retten. Потому что он желает спасать. Слава Иисусу! Я лезу сейчас или спрею еще одну другую Категурию. Давайте мы затронем еще две Категи людей. Мы знаем, что это Gleichность из этих двух мужчин, которые в них идут, и идут, в храм помолиться. Один Фарисей, один Миттер. И очень интересно наблюдать две разные Категи людей, которые идут в храм помолиться. Иисус Христос в храм помолиться. Один, который оправдывает себя пред Господом, который начинает перечислять, насколько же он хорош. Бог же он всемогущий, конечно же он это знает. Мы не надо Богу напоминать о том, как мы хороши. Да, но там есть один человек, который предостерегается. Он благодарит Бога и он благодарит и перечисляет, Господи, я хочу просто уточнить, что ты это, это, это не забыл. Да, как я хорош. И другая Категия людей не искать подтверждения, но у них есть Мотивация, найти Покой своим душам. Да, и так написано, что он не мог даже поднять головы своей. Он не мог сказать, может быть я не настолько хорош, но и не настолько плохой. Нет, напротив, он видел свою Сущность, он это уразумел и так он это изложил или открыл. Ему надо было исходить из того или знать то, что если он это откроет, что этот Бог, который слушает Его, что Он Его простит. Да, это консеквенция. Я думаю, это вывод или, да, это последствия наших действий. Я уверен, что никто не сидит на этом месте, что никто на этом месте не пришел сюда, и то, что ему скучно. потому что он не знал, как же провести ему свой день. Я думаю, ну, тогда я пойду сюда. Я думаю, ни одного из нас такого не найдется. И народ, который сидит здесь, это те люди, которые вкусили, как благ Господь. которые уверены в том, что если они придут на это место, то Иисус Христос среди нас. Те, которые уверены, что Иисус Христос их здесь благословит. Те, которые уверены, что Слово Божие в силе произвести нечто в их сердце. И о последней категории я бы хотел поговорить. Это прекрасный пример в виде Захея. Я бы хотел зачитать несколько стихов. Или может быть Мотивация Захея и их затронуть более ближе. В 19 главе от Луки во втором стихе написано И вот некто именем Захей начальник митери и человек богатый. И искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что Мал был ростом. И он льв ворот и стих на Малбеер-баум, чтобы он видеть, если он там и не мог заходить. И забежал вперед в лес на Смаковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Я думаю, это одна из любимых историй, скорее всего, даже детей. Я уже вырос из этого возраста, но я эту историю переживаю так особо близко. Если я представлю себе эту историю, он был начальником митери. Может быть, в налоговой человеком, который мог владеть финансами, мог вести учет. И вот его поведение является очень, очень интересным. И это ничего нового, если дети сегодня лазят на деревья. Которые из нас бы не удивлялся бы. Или, дети, я думаю, вы охотно залазите на деревья. Да? Ничего особого. Если сегодня мужчина на деревья залез бы на деревья, то я думаю, это было бы особо. И еще при том, если этот человек имеет особый статус в обществе. особое положение, тогда я думаю, мы бы пристальнее на это посмотрели. Может быть, наши глаза нас обманывают. Об мы да richtig sehen, что мы видим. Я думаю, это было бы интересно, если бы мы увидели, как брат Виктор залез на дерево. Окей, не все kennen его. Хорошо, в городе Лар может быть, не все его знают. Но возьмем нашего мэра города, если бы он залез бы на дерево. Это было бы уникальное событие. но это подвинуло бы нас к размышлению, мы бы тогда точно начали размышлять, что же там происходит. для чего он это делает. Для чего он это делает? Да, дорогая церковь, для чего же это делает? я думаю, большинство из нас, которые имели встречу или познали встречу с Иисусом Христом, можно примерно так же образно представить, если слава Божия или Господь начинает говорить к сердцу, тогда люди начинают делать неудобовразумительные вещи. Да, мы видим и читаем, как написано, когда Иисус Христос проходил мимо этого места. Да, Иисус Христос его заметил. Так как весь народ окружал Иисуса Христа. И у Захея была эта Мотивация. Да, мы видим, что его Мотивация была, чтобы увидеть, кем был этот человек. Да, vielleicht Негир. Может быть Любопытность. Да, vielleicht есть auch Menschen, die bei uns mal irgendwann mal zur Gemeinde kamen, um einfach aus Neugier zu schauen, zu hören. Может быть есть среди нас также люди, которые пришли в церковь, ну, просто посмотреть, послушать, не более. Но когда сходит слава Божия на человека и человек начинает понимать, что есть нечто особое. Может быть я не был убежден какой-то теории, но я был восхищен властью и силой и благодать Божия производит чудеса. И вот внезапно люди начинают делать то, что они бы никогда не делали. Они начинают просить Господа прощение. Они начинают искать примирение. их по-русски 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 и ставят ее на правильный путь. И подобное мы видим на примере Захея. Иисус Христос проходит мимо указывает на него и говорит сегодня мне надо быть в доме твоем. Это не прекрасная или неблагая или это Весть. Это личная Весть. Мы видим народ он окружал Иисуса. Да, она масса. Многолюдство. Но на одного единственного Иисус Христос указал. И мы знаем эту историю что Захея он стал блажен. И вот его сердце и его существо человеческое оно поменялось. И он тому с кем он поступил несправедливо хотел воздать в четверо. Это мысль несправедливо и я думаю экономически это совсем нелогично. Он мог решать и знал на какой шаг он сейчас идет. И какое решение он ныне принял. но это является результатом благодати Божьей. И если мы сегодня сидим на этом месте и слышали об этой божьей. И заметили, что мы находились в одной из этих категорий. И мы смогли выбрать оттуда, то мы можем сегодня радоваться. Мы можем сегодня за это славить Господа и благодарить. Может быть, я еще нахожусь на этом пути. Может быть, уже долгое время. то я хотел бы сегодня передать нам эту надежду. И исус Христос есть сегодня и в веки тот же. Он сегодня невидим для наших глаз. И все таки он здесь. И он говорит к нашим сердцам. И все таки он желает сегодня указать на тебя и сказать я сегодня желаю быть в твоем. Дай ему эту возможность и позволь ему действовать в твоем сердце. Аминь.